Добрый день! С новостями к этому часу Алия Битова. Коротко о главных событиях дня. Пожар в столичном аэропорту. В чем причина и какова ситуация с авиарейцами? Утечка бензина произошла на Атараусском нефтеперерабатывающем заводе. Подробности в выпуске. Вейпы с психотропным веществом завозили в Казахстан из США. В октаву двоих школьников госпитализировали после получения плановой прививки от гепатита. Шестиклассникам стало плохо во время одного из уроков. По словам врачей, выявленные симптомы не были связаны с вакцинацией. Ухудшение состояния пациентов вызвал психоэмоциональный стресс. Сообщается, что дети и ранее получали плановые прививки и на диспансерном учете не состоят. Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное. Побочных эффектов от прививки не было выявлено. Во время осмотра состояние детей оценивалось как удовлетворительное. Родители отказались от дальнейшей госпитализации. Сразу после этого пациентов направили на амбулаторный контроль по месту жительства. Утечка бензина произошла на Атараусском нефтеперерабатывающем заводе. Видео с места происшествия распространилось в социальных сетях. Накануне вечером в установке олигомеризации бутенов был обнаружен пропуск на коллекторе примагонного бензина. Для устранения дефектного участка на предприятии приняли оперативные меры. Сейчас все установки работают в штатном режиме. Отгрузка нефтепродуктов идет по плану. Из-за пожара в аэропорту Астаны задерживаются 18 рейсов. Время их возобновления неизвестно. Пассажиры не могут улететь в Дубай, Стамбул, Санкт-Петербург, Варшаву и в города Казахстана. При этом воздушная гавань продолжает принимать прибывающие рейсы. 18 рейсов отклонились от запланированного графика. 14 из них внутри казахстанских рейсов, 4 рейса международных. Сейчас началась регистрация. Пассажиры готовятся к вылетам. В связи с произошедшими событиями в аэропорту работают члены кризисных групп по утвержденным алгоритмам. Пассажирам предоставлены прохладительные и горячие напитки. Отмечу, пожар произошел в столичном аэропорту Ранимутром. Огнеборцы выехали на место по повышенному рангу. В одном из терминалов горели электрокабели. Людей эвакуировали из-за сильного задымления здания. Всего в серверной терминала номер 2 сгорело 15 квадратных метров. В 0,824 пожар был ликвидирован. Также на месте был организован обогрев эвакуированных людей. 4 единицы автобуса, автобусного парка номер 1 и 4 единицы техники департамента ПОЧС города Астаны. На данное время причины пожара устанавливаются. С 11.16 аэропорт работает в штатном режиме. В Караганде сотрудница ломбарда присвоила почти 7 миллионов тенге. Как сообщили в полиции, о крупном хищении сообщило руководство финансового учреждения. Недостачу выявили аудиторы во время ревизии. Как выяснилось, подозреваемая оформляла эффективные кредитные договоры и залоговые билеты. По словам подозреваемой, на такой шаг она пошла из-за финансовых проблем. А вот украденные деньги она якобы планировала вернуть в кассу. Во время установления всех обстоятельств полицейские выяснили, что к исчезновенной данной сумме имела отношение 41-летний оценщик ломбарда. Женщина, ссылаясь на материальные затруднения, оформляла эффективные кредитные договора и залоговые билеты. По данному факту возбуждено уголовное дело. По факту присвоения или растрата вверенного чужого имущества проводится расследование. В Казахстане ликвидировали 12 преступных групп, промышлявших скотократством. Как сообщили в МВД, всего во время спецоперации задержаны 94 человека. По данным ведомства, оперативники проверили свыше 3,5 тысяч мясных рынков, павильонов и забойных цехов по всей республике. В профилактических мероприятиях задействовали более 4 тысяч полицейских, а также 400 специалистов управления сельского хозяйства. В результате проверок за три дня выявили более 140 краж. Владельцам вернули свыше 360 голов украденного скота. Кроме того, выявлено порядка 800 нарушений в области ветеринарии, а также около 2 тысяч нарушений правил выпаса сельскохозяйственных животных. Работа в данном направлении продолжается. Вейпы, содержащие психотропное вещество, доставляли в почтовых посылках в Казахстан и США. Об этом сообщили в пресс-службе агентства по финмониторингу. Незаконную поставку запрещенных веществ обнаружили в зоне таможенного поста ЖТСУ. На месте выявлены 84 единицы электронных сигарет, которые содержат вещество тетрагидроканабинол. Подозреваемого задержали, ведется следствие. В результате проведенных следственных мероприятий обнаружены и изъяты еще 103 единицы электронных сигарет и 42 клиромайзера с жидкостью коричневого цвета со специфическим запахом. Данные посылки прибыли в Казахстан через Международные почтовые службы из США постановлением суда в отношении лица подозреваемого в совершении данного преступления избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. В Жамбулской области чудом спасли семь человек, застрявших в снежном плену в горной местности. Как сообщили в областном департаменте ПЧС, четверо из них иностранцы. Мужчины проигнорировали предупреждение о непогоде и на двух внедорожниках выехали в Буран на трассу. Их обнаружили в семи километрах от станции Шамбулак в Жуалынском районе. К слову, граждане соседнего Китая отметили отвагу и оперативность казахстанских спасателей. Хочу выразить благодарность спасателям, которые пришли к нам на помощь. Спасибо. Сразу после этого мужчин доставили в ближайшее село медпомощь. Никому из спасенных не понадобилось. Отмечается, с начала нынешней зимы жамбулским спасателям удалось вызволить из непогоды свыше 5000 человек. Из пожарной части номер 7 на специальном транспортном средстве Трекол для проведения спасательных работ были направлены водитель сержант гражданской защиты Мухвит Кенжибеков и пожарный спасатель сержант гражданской защиты Нургазы Батыров. В результате спасательных работ спасено 7 человек, из них четверо граждане Китайской народной республики. По словам спасенных, в ходе осмотра возможностей места установки ветровой станции горной местности внедорожники застряли в густом снегу. Мощные паводки могут охватить сразу несколько районов в Октябрьской области в начале марта. По прогнозу синоптиков, на следующей неделе в регионе ожидаются обильные дожди и резкое потепление. Как сообщили в областном ДЧС, под угрозой подтопления сейчас находятся 6 участков республиканских трасс. В период половодия на местах планируют организовать круглосуточное дежурство. Вблизи автодорог усилили работы по очистке от снега под мостовых зон и расчистке русел рек возле мостов. Отмечается, что в масштабных работах задействовано около 400 рабочих и свыше 100 единиц спецтехники. «Всего имеется 32 паводкоопасных участка. Один на участке реконструкции, это возле поселка Бестамак, мост, который в этом году будет достроен. Есть угроза. На остальные участки, это участки Ахтюбе, Орске, Хараптах-Костана, есть саморашинка направления Храмтау и Западной Казахстанской области имеется. Во всех районах имеются дорожные эксплуатационные участки и пункты, на которых уже имеется техника необходимая и необходимое количество местных материалов». Более 30% казахстанских автодорог требует капитального ремонта. Речь идет о трассах республиканского значения. Об этом сообщили в нацкомпании «Казавтожол», отметив, что планируют выполнить планку за 4 года. А пока водители недовольны не только качеством асфальта по платным направлениям, но и расчисткой дорог после снегопада, что влияет на состояние покрытия. Диас Мухамбетов расскажет подробнее. «Это одна из баз дорожно-эксплуатационного участка близ Алматы. Порядка 30 специалистов при помощи спецтехники очищают трассу Алматы-Усткаменогорск». «Завершаем зимний сезон содержания дорог на данном участке. Его протяженность составляет больше 100 километров. Вся необходимая техника у нас имеется, включая снегоуборочную. На сегодня расчищаем участки там, где наша крупная дорожная техника не способна это сделать. Это мосты, развязки, тротуары, придорожная наледь». Сегодня по республике имеется 17 платных участков протяженностью больше 3000 километров. Часть дорог нуждается в капитальном ремонте. «Этот участок республиканской автодороги Алматы-Усткаменогорск. Сутки здесь проезжает 25 тысяч машин. Летом это количество значительно увеличится. По окончании зимнего сезона национальная компания «Казавтожол» намерена создать специальную комиссию по оценке качества дорог». Сейчас средний тариф – 1 тенге за километр для легковых авто и 30 тенге для большегрузных. Представители нацкомпании, сравнивая цену с другими странами, говорят, что такой дешевый тариф только у нас. К примеру, в России и Турции стоимость равняется 7 тенге. В этом году в Минтранспорта намерены повышать тариф за езду по платным дорогам. Хотя автолюбителями высказываются нарекания и предложения. «Прошлый раз сколько пришлось стоять из-за снегопада. Деньги большие платим. Нас четыре фуры. В месяц отдаем 600 тысяч тенге. Качество не выдерживает критики». «Больше года езжу по этой трассе. Поскольку это платная дорога, то отношение к ней должно быть соответствующее. Своевременно чистить, ремонтировать. Вот посмотрите на Бакат. Одно удовольствие на таких дорогах ездить». В филиале нацкомпании отметили, что в состав комиссии войдут представители Национального центра качества дорожных активов областного департамента полиции и подразделения «Казавтожол». «По итогам комиссии создается план работ на текущий сезон. Подразделение «Кашсервис» приступает к работам в апреле месяце после утверждения плана. «В Алматинской области сеть республиканских дорог на сегодняшний день 1783 километра. Всю протяженность обслуживает 7 дорожно-эксплуатационных участков». В прошлом году в Казахстане построили и отремонтировали более 10 тысяч километров дорог. Большая их часть – это трассы республиканского значения. Благодаря этим работам открылось движение на участках Караганды-Алматы, Талдыкурган, Усть-Каменогорск и Атарау-Астрахань. На новые дорожные проекты в ближайшие шесть лет намерены потратить примерно 15 миллиардов долларов. Диас Мохамбетов, Ернат Булатбек, телеканал Алматы. Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 23-е место в мировом рейтинге, вышел в следующий раунд розыгрыша турнира категории ITP500 в Дубае. Лидер мужской сборной страны в матче первого круга одержал победу над чехом Тамашем Махачем. Игра, длившаяся почти два часа, завершилась со счетом 2-6, 6-3, 7-6. Казахстанец семь раз подал на вылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейкпоинта из шести заработанных. Следующий соперник Бублика – Талон Грикспор из Нидерландов. Матч состоится уже завтра в 16.00 по времени Астаны. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго, до встречи в эфире.